Что у всех, сегодня поговорим о срочной службе, повестках и других вопросах. Значит, на текущий момент ситуация такая, что у нас 1 апреля начинается призыв весенней на срочную службу, в годах от 18 до 30 лет, схема по срочкам стандартная, то есть, например, учеба, семейное положение, метаз, противопоказания. Значит, если бы в статусе иностранца до присяги никаких повесток не должно приходить, если таковые приходят, то нет смысла на них реагировать, потому что они необоснованными. Поэтому, если вы в статусе временного, пребывающий ВП, ВНЖ, патент, виза и так далее, то, соответственно, здесь этот вопрос вас не касается. Кроме того, если вы были приняты в гражданство за пределами России, получили паспорт за гран и приехали в Россию, то тоже этот вопрос вас не касается, потому что вам нужно сначала оформить внутренний паспорт, получить внутренний паспорт и после этого зарегистрироваться и дальше уже обращаться в военкомат. Поэтому все процедуры связаны с теми, кто, например, в силу возраста был принят за пределами России, потом приехал сюда, не получил внутренний паспорт, но находится за гран-паспортом, то тоже отношения с военкоматом, они здесь не урегулированы, считается, потому что только с внутренним паспортом можно решать вопрос с военкоматом, либо по воле заявления, например, если вы хотите заключить контракт. Так что в статусе иностранца с РВП, ВНЖ и иным, значит, только добровольный характер заключения контракта. Если вы подали на гражданство, принесли присягу и вам отказывают выдачу внутреннего паспорта, потому что вы должны явиться в военкомат, получить там повестку, какие-то решить вопросы, то, опять же, военкомат с вами не обязан общаться, регулировать ваш вопрос, потому что у вас нет внутреннего паспорта, нет регистрации, вы к ним не привязаны. Потому что районные военкоматы, они, соответственно, работают на районе с тем контингентом, который у них зарегистрирован временно или постоянно. Поэтому, если вам говорят, мы не дадим тебе паспорт, иди в военкомат, то это необоснованно, потому что в военкомате вам делать нечего, с вами общаться не должны, по сути. Потому что у вас нет документа, удостоверяющей личность, который вам должен выдать вот этот миграционный отдел, паспортный визовый сервис, паспортный стол, в котором вы принесли присягу. Так что, получив паспорт, две недели решить вопросы с военкоматом. Если вы получили паспорт 2-3-5 лет назад, то вам придет рано или поздно повестка, на текущий момент весенний призыв по бумажным повесткам, работодателю по месту регистрации, временной и постоянной. Ну, а в перспективе будет и электронный вариант, то есть госуслуги, электронные уведомления, реестр. Но пока все это, естественно, в разработке. Минцифры начинают отчет, делали свои комментарии, что, возможно, в осенний призыв, может быть, на следующий год. То есть, фактически, автоматического, так скажем, режима работы реестр по повестке пока особо нет. То есть, все в статусе обработки, проверки и так далее. Естественно, там есть штрафы, когда вы получили паспорт и не явились. Об штрафах мы говорили ранее. Если это что-то отдельный обзор, посмотрите, если для вас это актуально. Все-таки КУАП. Но это административные штрафы. Уголовной ответственности здесь нет. Но уголовная ответственность, она может наступить в случае, если вы уже уклоняетесь после обращения в военкомат. Дальше начинается какие-то с вашей стороны уклонения от воинской службы. Вот тогда уже наступает, соответственно, ответственность. И в этом случае имеет право и принять решение о прекращении гражданства. Потому что в заявлении на гражданство вы писали, что вы военнообязаны и так далее и тому подобное. То есть вы подписались под этой обязательностью, обязанностью гражданина Российской Федерации. И соответствующую подпись под заявление на гражданство вы поставили. А значит, после приятия гражданства в соответствии с права и обязанностей, в том числе и по воинскому учету, и срочной службы, если нет повесток, тоже для вас актуально. Поэтому после получения паспорта, временной регистрации или постоянной, обращаемся в военкомат, приписано, если есть со срочки, военный билет, соответственно, если по возрасту и по другим категориям, либо срочная служба, и потом получаем военный билет. Если вы хотите получить военный билет и потом сняться с учета, то сначала, естественно, мы должны встать на воинский учет, пройти медкомиссию, получить военный билет, и после этого можно... То есть сначала встать на воинский учет, а после получения военного билета проставить, что поставлено на воинский учет, и после этого уже снимаемся с воинского учета. Такая схема. Будем с вами на связи, всего доброго, до свидания